Не платишь за капремонт, лишаешься спецсчета. Как мы уже сообщали, более 200 многоквартирных домов при Каме могут пострадать из-за низкой собираемости взносов в фонд капитального ремонта. Счета домов неплательщиков перейдут в так называемый общий котел, сдвинутся и в сроки ремонта. Сколько задолжали пермики и как активно платят, узнал Евгений Гуляев. Напомним, существующая практика в при Каме такова. Плата за капремонт собирается либо в общий котел регионального оператора, фонда капитального ремонта, либо дом по желанию создает свой спецсчет и сам планирует время проведения ремонтных работ. Такие спецсчета открывает многие ТСЖ. Однако, чтобы схема работала у дома, должен быть высокий процент собираемости взносов среди жильцов. В противном случае многоэтажку могут лишить спецсчета и все накопления уйдут в общий кошелек регионального оператора, предупреждают в жилнадзоре. В такой ситуации по всему региону сейчас оказались 211 домов. Фактически размер поступивших взносов оказывается менее чем 50% от размера начисленных взносов на капитальный ремонт. В этом случае инспекция направляет соответствующие сведения в органы местного самоуправления и владельцам специальных счетов. Наибольшее количество домов, в которых задолженность сложилась свыше 50%, попали Чайковский муниципальный район. Городской округ, город Перинь и городской округ, город Высила. По данным ИГЖН, собираемость взносов в некоторых домах из так называемого черного списка не превышает 2%. То есть, по сути, в доме практически никто за капремонт не платит. Но не все многоэтажки, попавшие в список на вылет, злостные должники. К примеру, один из домов по улице Акулова сейчас находится в судах по формированию ТСЖ. Пока идет судебный процесс. Это с февраля 2017 года. У нас квитанции не выставляются, потому что закрыт доступ к счету. По судебному делу ограничения наложены. Я надеюсь, в ближайшее время это все разрешится. И квитанции люди все в курсе, люди хотят платить. У таких домов есть месяц, чтобы подтвердить оплату долга. Либо в крайнем случае, уже после отведенного срока, предстоит в суде доказывать свою правоту. Лишаться спецсчета невыгодно, предупреждают в фонде капремонта. Когда дома из этого спецсчета возвращаются обратно в котел, то есть там не происходит такого, что их автоматически ставят на какие-то довольно поздние сроки. Но с учетом собираемости сроки капитального ремонта могут быть скорректированы. Одним из самых популярных вопросов, которым задаются граждане, что будет, если жилец дома вообще не начинал платить за капремонт? На просторах интернета популярная версия, что подобным молчанам ничего не грозит. Якобы взыскать долги из тех, кто не вступил во взаимоотношения с фондом, нельзя. Но в управлении по работе с обращениями граждан эти заблуждения развеяли. То есть если дом человека находится в региональной программе, и он спокойно не платит абсолютно ничего, то это может привести только к одному. Рано или поздно ему придет судебное решение о взыскании этих средств. Неплательщикам уже давно предлагают рассрочку платежа без начисления пени. Параллельно набирает обороты практика взыскания долгов через суды. В пользу регионального оператора уже вынесено сотни решений. Рост задолженности в текущем году удалось остановить. За период с начала действия программы, а это с марта 2015 года, перемяки внесли в общий котел фонда полтора миллиарда рублей. Впрочем, за этот же период с горожан не собрано еще около миллиарда. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.